Здравствуйте, в эфире студия репортера, ее приведу я, Александр Вейцман. 16 ноября этого года состоится галоконцерт Одесской волны, молодежный конкурс талантов. И сегодня у нас один из организаторов данного конкурса, Иван Мейеров. Иван, здравствуй. Всегда рад видеть тебя здесь, по любым поводам, а по поводам мы встречаемся в основном хорошим, как правило, который касается молодежи и ее развития, собственно, талантов молодежи. И сейчас не исключение этот повод. Третий раз уже будет проходить Одесская волна. Расскажи, пожалуйста, в целом о конкурсе и все-таки его цель. Да, конкурс был инициирован молодежным советом при Одесском городском голове. Каждый год мы ищем новые таланты среди студентов одесских вузов. А они есть? Их очень большое количество. И основная задача этого конкурса дать им возможность выступить на большой сцене, проявить себя и дать возможность дальше им развиваться в данном направлении. В этом году мы выбрали пять направлений, такие как малая хореография, большая хореография, вокал-соло, вокал-группа и КВН. Самые распространенные номинации среди вузов. И как показывает практика, сейчас вот на протяжении уже месяца проходят отборы внутри каждого вуза. Очень много талантливой молодежи, которые хотят себя проявить. И это радует, это не может не радовать, ведь мы говорим Одесская волна, да, но в вузах учатся студенты со всей Украины и не только. Поэтому мы рады, что в нашем конкурсе принимают участие, можно сказать, Украина и некоторые представители, как в прошлом году у нас были представители из других стран, которые учатся в наших одесских вузах. А вот Ваня тебя спросит, Ваня, а мы тебя знаем как человека, который курирует фестиваль «Творчая молодь», премия. В чем отличие? Отличие колоссальное. Первое отличие в том, что Одесская волна это межвузовский конкурс именно Одессы. Именно университеты? Именно вузы Одессы. Все. А непосредственно «Творчая молодь» одессы, о которой идет речь, это уже областного уровня конкурс, в котором могут принимать участие молодежь до 35 лет со всей области. Учатся, они работают или просто занимаются своим направлением, своей деятельностью. Они могут подать заявку, принять участие и выиграть в нашей премии. А вот, Ваня, я знаю, что в три этапа проходит конкурс. Сейчас, собственно, в эти дни проходят первый тур отборочный. Тяжелая же работа, наверняка, это, собственно, курировать все учебные заведения, все это находиться там, помогать, и, собственно, чтобы люди не заходили в какое-то там совсем непонятное что-то, а вот выравнивать их. Да, правильно вы подметили о том, что конкурс проходит в три этапа. Первый этап конкурса заключается в том, что внутри каждого высшего учебного заведения Одессы проводится отбор по данным номинациям, после чего лучших из лучших они делегируют к нам на городской конкурс. 7-8 числа состоятся у нас по ВУЗам отборы на галоконцерт в каждой номинации. 7-8 где? В разных ВУЗах, в зависимости, то есть мы максимально подходим так, чтобы было удобно непосредственно выступающим объединяем. Мы сделали два дня разные номинации. 7-го ноября у нас будет отбор хореография и КВН, а 8-го будет уже непосредственно вокал. Вокала, как показывают практика, всегда больше, поэтому отдельный день на вокал. Хорошо, такой вопрос действительно. Вокал, музыкальный группа, малых хореографий, КВН. Кто, собственно, на местах? Кто курирует каждый из этих пунктов, из этих направлений? Смотрите, если брать во внимание первый отборочный этап внутри каждого учебного заведения, то жюри определяется непосредственно самим ВУЗом. ВУЗ определяет, кто будет представлять их уже на межвузовском конкурсе. Второй этап, отборочный этап, у нас есть состав жюри, это известные люди Одессы, такие как Ефим Аркадьевич Коган, которого все знают хореографии. Мария Любарская, если брать номинации в вокал, это Олег Полевой, композитор, он преподает в Нежданово, человек уже довольно-таки заслуженный деятель на культуру Украины. Юлия Брайман-Пируцкая, преподаватель вокала, Мария Зельбин. И в каждой номинации мы попытались подойти так, чтобы были специалисты хорошего, высокого уровня. И чтобы для тех, кто выступает, это была планочка авторитета, чтобы они понимали, что они выступают не просто среди своих же студентов показать свои таланты, а что их оценят достойно и покажут. И жюри на отборе отбирает по пять лучших номеров в каждой номинации и делегируют их на галоконцерт, который состоится 16 ноября у нас. В галоконцерте выступают пять лучших номеров в каждой номинации, и они борются за первое, второе, третье место. Конечно же, мы подошли, как всегда, к основателям галоконцерту, мы подготовили ценные призы, подарки и наши поставленные кубки в виде Одесской волны, символом Одессы, гравировка якоря на них. И мы ожидаем, что в этом году мы покажем очень высокий результат, так как мы уже ездим по вузам, смотрим, какие у них проходят таланты. И это достойно. Это действительно достойно. На это хочется смотреть не раз, а два, три и больше. Мы хотим в этом году дальше их продвигать. Не только закончится это, но и в дальнейшем. В следующий год и так далее, лучших из лучших. Помогать им выступать на больших городских сценах, помогать их показывать на телеканалах, радиостанциях, чтобы развивать эти таланты, чтобы о них знала вся Одесса. Ведь Одесса очень талантливый город. Нужно это показывать, нужно, чтобы все это знали. Для этого мы и занимаемся тем, что мы проводим большое количество творческих конкурсов, премий, концертов, чтобы дать возможность самореализоваться молодому человеку. Мы понимаем, что не каждый может на сегодняшний день сам себе организовать концерт, поехать на телеканал и так далее. Это очень сложно в наше время. Поэтому наша задача – давать такую возможность, продвигать, стимулировать ее и показывать всему миру о том, что Одесса – это столица культурная Украины, и у нас очень много талантливой молодежи. А вот действительно так оно и есть. Вот ты сказал, что очень много вокалистов, особенно, участвуют в конкурсе. И действительно будет отрадно потом после этого конкурса увидеть их где-то там в телешоу, например, в «Голос» или «Х-фактор». И, безусловно, такие есть и были. И вот вопрос, касаемо того, что это уже, так как это уже третья «Одесская волна» была, первая, вторая, по прошествии времени, что, как сложилась судьба победителей предыдущих? Многие, которые побеждали у нас на предыдущих конкурсах, принимали с нами участие в «Дне молодежи», которая проходит каждый год у нас на Дерибасовской концертной части, где все жители Одессы и гости города могут полюбоваться ими. Мы с ними ездили, опять-таки, по телеканалам, по радиостанциям, пытались показать всем, что у нас есть такая талантливая молодежь. И, конечно же, для большинства из них, даже не только для тех, кто победил, а для тех, кто участвовал, это был толчок решиться выйти на сцену для того, чтобы дальше участвовать в других конкурсах. Кто-то принял участие в «Творче-молоде», есть даже такие, которые потом победили студенческий коллектив, которые победили уже у профессиональных коллективов, да, непосредственно. И некоторые, как вы говорите, уже участвовали в всеукраинских конкурсах, телеконкурсах. И это показывает то, что это нужно нашему городу, это нужно нашей молодежи. Я знаю, что еще что-то находится в проектах, Ваня. Да. В ближайшее время, непосредственно уже завтра, мы будем проводить молодежный форум. Молодежный форум, инициатором которого является Молодежный совет про Одесском городском голове совместно с Департаментом образования Одесского городского совета. В форуме примут участие главы и лидеры студенческих советов, вузов, лидеры общественных организаций города и просто неравнодушные активисты нашего города, которые заботятся о молодежи и хотят, чтобы она развивалась. Где соберутся и что будет обсуждать? Соберемся мы завтра в IQ Space. Будем обсуждать ситуацию в городе по молодежной политике непосредственно. Задача данного форума — выявить, какие есть проблемы у молодежи на сегодняшний день, и попробовать совместными усилиями, объединившись, проработав целый день в группах по разным направлениям, пути решения данных проблем. И в дальнейшем результатом данного форума должно стать внесение изменения в программу по молодежной политике в Одесском городском совете. Вы уже ранее собирались, то есть это работает? Да, это работает. В том году мы провели первый раз такой форум. Мы написали большую программу, предложили ее городскому совету. И спустя долгую процедуру оформления всего, согласования на всех инстанциях, мы, получается, в ноябре собрались, в марте эта программа была утверждена. Но утверждена уже на следующий год, начиная с следующего года до 2022 года. Следующий год это мы имеем в виду с 2018. В 2018-2022 уже будет работать программа, все наши новые проекты, которые были наработаны... Заживем. ...абсолютным большинством активной молодежи города. И мы поняли, что это рабочий процесс, это действует. И мы приняли решение, что каждый год будем так собираться и дополнять нашу программу. Ведь каждый год проходят инновации. Есть что-то новое, есть что-то актуальное, что на сегодняшний день волнует молодежь. Нужно идти в ногу со временем, а не делать одну программу на 5 лет и ждать, пока она закончится. Можно же дополнять, можно вносить изменения, можно совершенствовать. Это нужно делать. Ведь если мы совершенствуем, значит, мы актуальны. Если мы актуальны, это интересно молодежи. Если это интересно молодежи, значит, мы делаем все правильно. И не менее важно, что с вами считается. Это очень здорово. Для этого нужно показывать правильный результат, нужно работать и нужно показать, что это не один человек, не 10 человек собрались. Это собралось действительно большое количество людей, которых волнует этот вопрос. Вань, а я приручу, извини, пожалуйста, если коротенечко, что, например, в прошлом году было, что вы обсуждали и что будет внедрено в следующем году? В следующем году будут внедрены в школы, в вузы, лекции по социальной защите молодежи. Будет большое количество молодежных общественных концертов, конкурсов разнообразных на разные тематики. Будет такой фестиваль, как Extreme Sport Fest, инновация, это что-то новенькое. Это мы соберемся отдельно и поговорим. Да, то есть будет большое количество. Мы насчитали порядка 36 проектов, которые приняли на следующий год. Да, это достаточно большое количество, и хочется, чтобы оно с каждым годом росло, росло, росло. Мы видим, что это приносит пользу, и это нужно делать. Слушайте, ну замечательно. Замечательно. Это отдельная тема, которую мы обязательно коснемся в эфирах и приедем на место, как говорится, и снимем, и сделаем. Давай напомним телезрителям, что 16 ноября этого года пройдет галоконцерт фестиваля конкурса «Одесская волна 2017». Собственно, фестиваль касается всех вузов одесских, но не всех, но и всех студентов, которые обучаются в Одессе, не обязательно они могут быть из других городов, поэтому этот конкурс носит и всеукраинский характер также. Вань, большое спасибо, что посетил нашу студию. Спасибо, Иван. Я осветил эту тему, и мы обязательно будем ее освещать тоже. Это была студия «Репортеры», ее провел я, Александр Вейсман. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова